Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я рада вас приветствовать! Сегодня у меня немного нестандартное видео. Сегодня ничего не буду чистить, ничего не буду стирать. Сегодня хочу с вами поговорить о снижении веса. Не так давно я попробовала банановую диету. Мне очень понравился результат, поэтому спешу с вами поделиться информацией. Буду рада, если она для кого-то окажется полезной. Поэтому, если у вас есть избыточный вес, посмотрите это видео. Вдруг что-то возьмете для себя на заметку. Об этой диете я узнала из журнала. Одна женщина очень сладко, очень вкусно описывала эту диету. Писала, что несколько раз в год сидит на такой диете и вес снижается от 5 до 7 кг. Мне тоже захотелось повторить ее опыт. Я нашла много информации в интернете о банановой диете. Многие люди пробовали, многие оставляли положительные отзывы, писали, что действительно легко и действительно вес уходит. Я в своей жизни, друзья, перепробовала множество диет, множество голоданий. Вот считаю, что самое лучшее голодание, это интервальное голодание, оно действительно дает результаты. Но там нужно влиться вот в этот процесс, в эту систему, приучить себя, свой организм, начинать есть с определенного времени и заканчивать строго в определенные часы. Но результат превосходный. Значит, пробовала также жиросжигающий коктейль. Особенно мне нравится на основе куркумы. Значит, пробовала капустную диету, томатную, огуречную. Все это работает, но везде нужно проявлять свой характер, везде нужно перебарывать вот это чувство голода. Банановая диета мне понравилась тем, что она действительно легко переносится. Давайте, друзья, начну обо всем по порядку. Первое, это выбор бананов. Не все бананы подходят для банановой диеты. Нельзя брать зеленые бананы и нельзя брать маленькие бананы. Ни в коем случае нельзя брать сушеные, вяленые бананы и так далее. То есть, нужно купить спелые желтые бананы. Я в очередной раз решила сесть на банановую диету, поэтому закупилась бананами. Вот такие вот бананы, желтенькие, спелые, подойдут для банановой диеты. Значит, бананы нужно тщательно почистить, убрать кожуру и убрать вот эти вот длинные белые полосочки. Второй очень важный момент. За два дня, как сесть на банановую диету, я исключаю из своего рациона соленое, копченое и сладкое. То есть, ем все, но исключаю копченую колбасу, копченую курицу и так далее, и так далее. И сладости тоже полностью убираю. Два дня, в принципе, можно пережить без сладости. Третье. Бананов в день нужно съедать не более полутора килограмм. Я съедала в день где-то в среднем семь бананов. Как только я чувствовала, что у меня появляется чувство голода, я съедала банан. Максимум полтора. Я не съедала два, потому что мне казалось, когда съедаешь два банана, вот уже какое-то желание есть появляется. Вот полтора банана самое то. То есть, утоляешь чувство голода, то есть, полностью его притупляешь, становится легко, то есть, мысли о еде отключаются. То есть, полтора банана для меня вообще норма. Но старалась все равно съедать один, потому что мне хотелось все-таки вес потерять максимально. Помимо бананов, нужно пить много зеленого крепкого чая, но зеленый чай это не мой напиток, поэтому утром я позволяла себе выпивать черный кофе без каких-либо добавок, то есть, без сахара, без молока, без сливок. В течение дня я пила зеленый чай. Пила чистую воду, иногда пила минеральную воду. Следующий важный момент. Банановая диета бывает двух видов, трехдневной и семидневной. Дольше семи дней на банановой диете сидеть нельзя. Это все-таки монодиета. Первый раз я попробовала трехдневную диету, я ела только бананы, пила зеленый чай и черный кофе. У меня получилось минус 3,5 килограмма за три дня. И, друзья, я никогда еще так легко не побеждала чувство голода. Бананы, они очень хорошо чистят кишечник, поэтому три дня я чувствовала легкость. Бананы хорошо насыщают, поэтому мое настроение в течение трех дней не менялось. Я хорошо засыпала, хорошо просыпалась. Я обратила внимание, мне кажется, у меня кожа стала более гладкая, более ровная, поэтому я была в полном восторге и еще минус 3,5 килограмма. Поэтому, друзья, я решила через какое-то время попробовать семидневную диету. Значит, это я сделала через несколько месяцев. Давайте расскажу, в чем заключается диета на бананах на 7 дней. Точно так же идет подготовка за два дня. Нельзя есть сладкое, нельзя есть соленое, нельзя есть копченое. Затем первые три дня точно так же. Только бананы, зеленый чай, но я еще пила кофе. Можно это исключить. И через три дня уже добавляется белок. Я, друзья, делала так. Белок включила в свой рацион в первой половине дня. То есть до часу дня я съедала белковую пищу. Значит, я добавила йогурт, я добавила молоко, я пила кофе с молоком. Я ела немного творога и ела отварную курицу. То есть, ну, тут вообще вот что есть. Например, я ела банан с йогуртом, либо ела банан с творогом, либо просто съедала банан и съедала небольшой кусочек отварной курицы. Здесь я уже ограничений не делала, но и килограммами я творог и йогурт не ела. То есть курицу я тоже съедала целую грудку, то есть небольшой такой кусочек. Все, это четыре дня. То есть, получается, за день я ела бананы. Правда, бананов я уже съедала пять штук и в первой половине дня к ним добавляла белок. Друзья, за семь дней я похудела на шесть килограмм. Это было очень легко, очень просто, без каких-то изнурительных голоданий. После банановой диеты, когда у вас реально хороший результат по снижению веса, плюс еще уменьшились объемы, почему-то сразу не хочется набрасываться на еду, хочется закрепить свой результат. Поэтому я в течение недели еще заменяла либо обед, либо ужин бананами. То есть, у меня, например, полноценный завтрак, обед у меня банан и ужин у меня полноценный. Либо наоборот, завтрак, обед и вместо ужина у меня бананы. Вот так вот, друзья, легко у меня получилось снизить вес, поэтому буду рада, если мой опыт окажется для вас полезным. Берите его на заметку, почитайте в интернете о банановой диете, почитайте отзывы людей, они чаще всего положительные. Я лично присоединяюсь к этим положительным отзывам. Никогда еще так легко и просто у меня не получалось избавиться от лишнего веса, от лишних объемов. Есть, конечно, противопоказания. Я вам уже сказала, что нельзя при хронических заболеваниях, нельзя при диабете. Но я думаю, что каждый сам знает свой организм. Я никому ничего не советую, просто поделилась своим радостным событием, своей радостной новостью. В общем, мне удалось похудеть. И сделать это получилось у меня довольно-таки просто. Наверное, на этом все. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно их задавайте, пишите, дополняйте меня. Если вы тоже сидели на банановой диете, расскажите о своих результатах. Очень будет интересно узнать ваш опыт. Всем вам большое спасибо за просмотр. Всем пока!